Тут на площадке пока старшего ждем со школы. Да? Класс? Сходили в магазин. Сходили в магазин. В Дикси. Дом покажу покупки. Вот. Решили с 30 минут еще ждать. На площадке потусить. Привет! Владик! Школа наша. Ау! Аккуратненько. Без Лёвы только скучно. Скучно без Лёвы, да? Да. Дом. Дом, мама. Кто-то нарисовал. Мелками. Давай. Ты ложись прям. Вот так. Нормально? Ааа! Что, страшно? Нормально. Нормально? Вот так вот. Красота? Да. Лежишь на небо, смотришь. Да? Глаза в солнце. Свет. Ну что, приехали мы домой. Вот мы были в магазине Дикси. Зашли. Кстати, магазин Дикси у нас рядом с Магнит Косметик. Но в Магнит Косметик я уже не стала заходить. Бумочка моя радуется. Мы с ней уже с утра погуляли. Вот. Значит, давайте покажу, что я там купила. Вот это у нас ещё с прошлого раза. Или муж уже покупал? Нет, это мы сейчас не купили. Вот. Значит, туалетную бумагу. Вот такую, не помню почему. Что-то 200 с чем-то рублей вроде по девочке. По 65 рублей были вот такие консервы. Мы взяли две кукурузы и зелёный горошек. Вообще, я брала чек. Девочки, опять куда-то его потеряла. Надо себя как-то дисциплинировать, чтобы вам с чеком показывать, чтобы тоже как-то информативно было. Молоко я купила вот такое простенькое. 3,2%. Оно тоже что-то там совсем недорого стоило. Я хочу блинчики напечь. Также взяли вот такие. Сделайте потише, мальчики. Купила ещё вот такие. Ну, в общем, творожки. Вот такой. Данон. С грушей, с малиной. И вот такие вот ещё. Даниссимо. Даниссимо, кстати, подорожали. Они что-то вообще там 50 с лишним рублей. Но у меня мои любят. Так, дальше. Как всегда. Как всегда, девочки, набрала вот эти пакеты. В общем, вот эти вот были по 24 рубля. Дешевле я не видела. Правда, для совсем маленьких. Ну, ничего. Моим тоже пойдёт. Вот. И у меня сынок взял младше две шоколадки. Вот такие. Милка. Вот. Так, дальше. Панировочные сухари. Я купила, потому что я купила две вот такие большие курицы. Одна на 1,9 кг. А вторая на 2 кг. Они там все вот такие огромные. И стоили 160 рублей за килограмм. Но было ограничение. Не более 5 кг в руки. В одни. Поэтому. Ну, когда вот такие акции. Когда вот так дёшево, всегда какое-то ограничение ставят. То есть, это не связано с нынешней ситуацией. Это связано с тем, что вот такая цена. Поэтому. Получается, только две штуки можно взять. Потому что они все по 2 кг. Ну, то есть. Ну, хотя бы сделали бы 6, чтобы можно было 3 взять. Я бы 3 взяла. С огромным удовольствием. Ещё купила вот такой сыр. Ну, мне кажется, он какой-то не очень. Ну, ладно. Если что, запеканочку какую-то сделаю. Российский фасованный. Вот такой вот. Ну, не знаю. В общем, ладно. Также я купила куриную печенку. Не помню, почём она. И сердечки. Сердечки. Печенку я нам пожарю. Сердечки это девчулям моим. Правда, куриные взяла. Ну, ладно. Так. Яйца. Вот такие отборные. Яйца по 96 рублей за десяток. Ну, это отборные. Да? Ценоль. Отборные. Ладно. Вот. Хотела черри тоже взять. Но черри там лежали. В одной упаковке вообще была плесень. Аж, девочки. Ну, что это такое. Я поэтому взяла обычные помидорчики. И вот такие вот огурцы. Потому что все остальные, которые на развес, вот эти пупырчатые, они тоже все мягкие. Прям трогаешь. Они мягкие. Видно, подмороженные. Поэтому два огурчика, помидорчики на салатик. И вот еще зеленушечку взяла. Так что вот такие вот у меня покупки. Что я в последнее время шляюсь по всяким разным магазинам. Мне даже в ленту ехать не надо. Но когда крупы всякие, крупы, мука закончится, тогда я поеду, наверное, в ленту. Так что вот такие покупки. Надо приучить себе брать чек, девочки. Что вам показывать. Потому что не все цены помню. Ну, ладно. Ну, курицу урвала. Сейчас я ее разделаю. Прямо урвала, девочки. Отдельно ножки. Спинка у меня пойдет на суп. Грудка, соответственно. Я просто там, может, пожарю с теми же панировочными сухарями. Поэтому я купила вот такие. У меня лентовские закончились. Надо будет потом все-таки в ленту поехать. Ножки и крылышки отдельно. В общем, супер. И первое, и второе. Хотела сказать и компот. Но компот нет. Всем снова привет. Привет, девочки. Начала ее снимать. Вчера что-то начала. Вчера была пятница. Сегодня суббота. Вот там какая-то собачка. Далая на нас. Ругается. Бона. Сейчас у нас 10 утра. Суббота. Смотрите, какое солнышко у нас. Хорошо. Хотя сегодня вроде дожди обещали. Посмотрите, как у нас. Прямо ясное небо. Такое красота. В общем, сейчас. Я вчера с вами не поздоровалась. Ничего. Сейчас посмотрела, что вчера наснимала. Вчера была пятница. Сегодня суббота, да, я уже сказала. Сейчас посмотрела. Что вчера наснимала. Что-то я не поздоровалась с вами. Ничего. Что-то я вообще вредная какая-то женщина. Сейчас хочу ответить на вопрос по поводу... Кто там на нас? Ругаются все Бона. Хочу ответить на вопрос по поводу... По поводу чего? По поводу этого поселка. Что-то на нас все ругаются. Там коричневый лабрадор. Ругаются на нас. Их там два. Бона нас съедят. Пошли. Вон они. Два коричневых лабрадора. Бона, я слышала? Нас наругали. Бона. Пошли. И видите, все равно идет. Правда, она бывает, знаете... Вот так собака лает, лает где-нибудь. За воротами она встанет. Сходит в туалет. Такая вредная женщина. Сегодня, видите, суббота уже не такая тишина. Уже. И собаки на нас ругаются. И... Уже там, смотрю, кто-то идет. Правда, 10 утра. Я думала, тоже никого не будет. Но нет. Все. Тоже, как я. Внутренняя прогулка. Это же хорошо. Так вот, я отвечу на вопрос по поводу поселка. Какой у нас транспорт, если не брать машину личную? Никакого. Пешком. Но у нас не так уж и далеко. Пойдем, пойдем. Не так уж и далеко. То есть, 15 минут пешком. И вы дойдете до автобусной... Ну, 20, можно там, если не торопиться. И вы дойдете до автобусной остановки. Вы дойдете до магазина, почты. Все это, как бы, такой пятачок у нас. Там магазин, почта. Автобусная остановка, электричка. Там же поликлиника. Немножко подаль библиотека. Библиотека. Ну, что там? Тебя забыли спросить, да? Пошли. Вон, ты куда? Вот. И это самое... Домик такой, кстати, красивый. Вот. И этот самый... Что еще? Там же у нас ДК. Дом культуры и творчества. ДК. Да, ДК вроде бы. Вот. И у нас очень многие передвигаются, даже в возрасте кто, передвигаются на велосипедах, на самокатах, электросамокатах и электровелосипедах. Вот. По поселку. Здесь все, видите, асфальт у нас везде лежит, поэтому можно спокойно на таких передвигаться. У нас там кто-то в халате идет. Серьезно, в халате, в шапке. В шапке. Я приближать не буду, вон там мужчина. В халате, в ушанке. Кого-то кормят потом. Говорите, девочки. Подает, а? В ушанке, в халате и тапочках. На улице плюс три, если что. Что-то там в пострюльке кому-то положил. Красавец. Вот. Так что вот так вот. У нас есть и школа, и библиотека, и ДК, и поликлиника. В поликлинике нет только этих. Давайте на себя переверну. Ну так надо ходить в халате и в ушанке. В этом. В поликлинике у нас нет только узких специалистов. А так есть педиатры, терапевты. Можно прийти, сдать анализы. Можно даже, вот кому необходимо стационарное лечение. Там капельницы какие-то, лечебная физкультура. Ну поправить здоровье, да, грубо говоря. Те могут спокойно там прийти и в этом центре полечиться немножко. Вот и все. Светер. Слушайте, реально, мужик в халате в ушанке и в тапочках. Ну, бывает. В общем, опять куча всего наболтала. Надеюсь, на этот вопрос ответила. Вот. В общем, сегодня у меня такой влог из двух дней. Немного обо всем. А вот в этом доме, кстати, держат этих козочек. Здесь я как-то видела козочек. Их тоже собачка есть и козочки. Вот. Пойдем домой. Ветер. Я уже, девочки, обедом всех накормила. Сходила в душ. Это пришла с собакой уже у нас. Сколько? Два часа. Сейчас сижу, гружу видео. Ну, три часа. Три часа уже в обработке видео. Я не знаю, это какой-то кошмар. Кошмар, девочки. Ну, ладно. Не знаю, что с YouTube делать. Ну, в общем, ладно. Ну, у меня получается, я публикую... Сейчас я публикую на Яндекс.Дзен, ВК. Ну, и когда загрузится, то тогда уже на YouTube. Вот. У меня, кстати, есть еще вот такие очи. Вот такие, смотрите. Красоточка. Слушайте, я их покупала. Это, кстати, очи Гучи. Гучи. Да, Гучи? Гучи, да. Я их покупала, знаете, когда? Я еще... У меня еще детей не было. Я не помню, была я замужем или нет. Но детей у меня еще не было. Я на них ухнула ползарплаты. И что? Слушайте, вот сейчас вот что-то задумалась про очки. Думаю... Ну, сейчас уже такая оправа не модно. У меня очень хорошие здесь линзы какие-то. По-моему, немецкие или что-то такое. Вот. На тот момент, когда я покупала их, я помню, я была просто первой на деревне. Серьезно. Потому что меня все спрашивали. Ой, какие у тебя очки крутые туда-сюда. Тогда, ну, модно было такие. Что-то подобное. Сейчас они не модны. Я их только вот дома ношу. Вот. И думаю сейчас вот... Вот оправа, да? Дорогая оправа. Сколько я за них отдала тогда? Я не помню уже. Но очень много. И что? Вот она у меня 15 лет. Да, оправа хорошие. Линзы хорошие. Ничего с ними не случилось. Здесь вот они бордовые. Здесь черные. Но они уже не модные. Их уже не носишь. Поэтому я вообще за то, чтобы заказывать оправу с Алиэкспресс. И уже вставлять линзы. Или сразу с линзами на Алиэкспресс. Потому что линзы у них тоже хорошие китайские. А сейчас все равно вы пойдете в магазин. Какие вы линзы купите? Только с Алиэкспресс. И все. Так что вот так вот. Сегодня на ужин буду печеночку жарить. Которую вчера купила. Ну и все, наверное. Вот. Так что хочу сейчас выбрать себе еще какую-нибудь оправу с Алиэкспресс. Потому что вот эти... Нет, линзы очень хорошие. У них очень комфортно. Но за счет того, что они вот такие маленькие. Вот с этой стороны такие достаточно. Ну, в общем, на все что-нибудь новенькое заказать с Алиэкспресс. Посмотреть, как вообще. Что им доходит или нет. Напишите, вы заказываете что-нибудь с Алиэкспресс. В общем, ладно, буду грузить видео. Сейчас загружу. И буду уже готовить ужин скоро. Так целый день. Вот. Как-то так. Ну что, я тут быстренько пожарила печенку. Немножко добавила сюда одну столовую ложку сметанки. И все. Просто обжарила. И сметаночки потом добавила. И все. Девочки, больше ничего не делала. Есть гречи, есть макароны. Так что, хватит. Я еще тут парочкой поделилась с Боной. Она меня любит печенку, а остальные не едят. Вот еще порезала помидорчик-огурчик. Так что будем сейчас ужинать. У нас сегодня еще банный день. Да, Боно? Все намыла. Видите, сколько грязи от нее? Боно. Ужасная женщина. Полотенечко принесла. Сейчас папа тебя вытащит. Да, Джузку уже помыла. Вон Боночка сидит. Бедолага, да? Кофей, бедолага. Вот, шлотик. Сейчас будем тебя... Хороший шампунь, кстати, вот этот вот. Хорошо пахнет так мужским. Покупала. Видите, грязи. Сколько сейчас еще буду ванну намывать. Да? Боночка. Сейчас папа ее... Видите? Это песок от нее. Красотка. Вторая красотка. Которая уже намытая. Котов сегодня не моем. Только девчули. Да? Вот так. Все. Вон она. Все. Красотка. Ну что, девочки. Посмотрите. В начале видео у меня целый плейлист на YouTube есть. Пока вот он еще есть, да? Надеюсь, что так и останется здесь на YouTube. Ничего такого не будет. Посмотрите. Там я рассказывала, мне кажется, абсолютно все. Просто пересмотрите. Если вы смотрели уже, пересмотрите еще раз. Может быть, как-то добавится мотивация. Вот. Ну, я сниму чуть позже, сниму видео, такую болталку на эту тему. Так что, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, можете мне написать под этим видео. Я с удовольствием почитаю. А так, YouTube подтупливает. Это правда. Я тут попыталась посмотреть некоторые видео, и они так... Ну, иногда, знаете, идет-идет видео, потом хопс, так что-то затормозило немножко. Потом опять идет-идет, опс, затормозило. Ну, вот, по крайней мере, лично у меня вот так сейчас YouTube он стоит. И да, у меня очень долго грузится все видео. В общем, целый день провозилась я опять. И, в общем, ладно. Ладно, ну, что делать? Ну, пусть буду оставлять ноутбук. Пусть он там грузится, потом публиковать. Уже там не буду смотреть, какое время. Иногда, может быть, даже видео будут теперь выходить там поздно вечером. То есть, ну, как загрузится, как вот все, проверка пройдет, так и буду публиковать. Потому что бывает там, ну, и 10 часов, я уже думаю, на следующий день публиковать. Ну, нет. Вот, так что, получился такой немножко сумбурный влог. Но какой есть. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, было полезно и интересно. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Жду ваших комментариев. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.